В Химках устраняют последствия сильнейшего урагана. Шквалистый ветер повалил деревья и металлические конструкции. Коммунальщики работают в усиленном режиме. К уборке улиц привлекли все доступные ресурсы техники и рабочих. Один из жителей Дмитрия делится кадрами последствий после стихии. Он оказался счастливчиком. Дерево упало на его автомобиль, но, как выяснилось, без повреждений. Видите машину? Она там есть. Это еще, слава богу, вроде как так внешне относительно целая. Когда подошли, было страшно, потому что все завалено, даже номер не видно. Где-то в 13.20 сработал датчик удара по машине. Ну, подумали, что ветер, град. А когда вышли на улицу, обалдели. Машины не было видно вообще. То есть была завалена целиком. Вызвали экстренные службы. Ну, получается, нам помогли с помощью бензопилы друзей. Мы ее освободили. У сына химчанки Ольги Комаровой сегодня выпускной. Девятиклассники и их родители собирались отметить праздник на теплоходе. Ураган застал автобус по пути на пристань. Поездку пришлось перенести. Ну, это был конец света. Мы видели, как падали деревья, летали какие-то предметы. И с учетом того, что дерево упало, мы сейчас вынужденно стоим на дороге и не можем выдвинуться к месту назначения. Было очень не по себе и страшновато. Некоторых химчан такие погодные условия не испугали. Мы в Сбербанке были, когда шквал ветра налетел. Ну, в общем, ничего страшного. По-моему, я вижу, вот там дерево повалило. Вот есть деревья повалило. Но я видел гораздо больше. И прогноз синоптиков пока неутешительный. Дождь и шквалистый ветер накрыл всю центральную Россию. А к выходным еще и похолодает. Синоптики уже несколько месяцев говорили о том, что нас ждет жаркое лето с превышением среднемесячных температур. Однако пока Москву и центральную Россию затапливает. Юлия Самошина, Елена Тараненко, Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.